Всем привет! С вами Ольга Фернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 июня, сегодня у нас идет дождь, на улице работать невозможно и наконец-то я нашла время, чтобы ответить немного, почитать комментарии и ответить на вопросы, выбрать вопросы, которые самые актуальные, возможно на их тему снять какие-то видео-ответы. Так, вот много вопросов про огурцы. Шамиль Джугунусов спросил, здравствуйте, у меня в открытом грунте уже плоды снимаю, но листья желтеют, подскажите, что делать, если самый простой способ, но эффективный. На этот вопрос я буду снимать сейчас видео, покажу прям свои огурцы, потому что тут мало одних слов, тут нужно показывать. Вот про Мэри, про нашу, вчера показала, что она ест огурцы, Татьяна Герт пишет, собака наша тоже любит огурчики, особенно за Зулю, именно этот сорт выбирает почему-то, но это ясно почему, потому что у него нет шипов, он гладкий и мягкий, и самый сладкий огурчик, а вот такие как Шоша, они же колючие, он один раз, если возьмет его в рот и потом, наверное, не захочет вообще. Вот Ирина Голубцова растения поливает по бороздам, рассказывает мне, как там морыки делать, но я говорила много раз, что у нас, как сказать, участок, неровная поверхность, и один выше, край другой ниже, нам борозды делать проблематично, я когда начинаю поливать по бороздам, льешь в одном месте, оно быстро, быстро, вода стекает в тот участок, который ниже, там получается заболачивание, А вот этот, который выше, он остается совершенно сухим. Конечно, я бы давно уже по бороздам поливала, может быть, в теплице возможно, но в огороде у нас нет, у нас видели там какие-то и ступени, и горки, и пригорки, борозды никак. Так, ну вот это про собачку. Вот смотрите, Раиса Блюм спрашивает опять про огурцы. Сейчас про огурцы самая актуальная тема, очень много вопросов. Напишите, как удалять крупные, самые нижние листья огурцов. Тоже сниму отдельный видеоответ на этот вопрос, потому что здесь нюансов много. Какие нижние листья, или они, вот тут написано самые крупные, или они зеленые нормальные, или они уже пожелтели. Будем разбираться рядом с огурцами. Надежда Подномарева спрашивает, подскажите, что за болезнь, разрезала зеленый томат, а там коричневые фрагменты. Но я сначала не поняла, зачем зеленый томат разрезала, Надежда, и мякоть коричневая, а снаружи помидор зеленый. Как вы узнали, что он больной? Я не знаю, что это за болезнь, если честно. Я зеленые томаты не разрезаю, ни разу не разрезала зеленый томат. Ну, нет нужды. И болезнь такую, если честно, не встречала. Я говорю, что я очень мало знаю про болезни, потому что, чтобы знать, что это за болезнь, как ее лечить, нужно сначала встретить ее на своем огороде, но так как у меня мало таких случаев, я даже сказать ничего не могу, что это за болезнь, когда томат зеленый снаружи, вроде бы, хороший, а изнутри коричневый. Вот Анатолий Батырев пишет, что натуральный корм лучше для собаки. Я не знаю, я вот с этим, я же щенка кавказской овчарки уже два раза выращивала, но я теперь не помню. Раньше, наверное, не было таких кормов импортных. Мы варили кашку, добавляли все, витаминки, все. Я не знаю, как сейчас выращивают. Кто-то пишет, что нужно только вот этот специальный корм. Там все добавки есть, иначе будет неполноценный щенок. Кто-то пишет, что натуральную пищу. Кто-то пишет, что 50 на 50 лучший вариант. А кто-то пишет, что нельзя в перемешку сухой корм и вот эти супы и каши, что это будет еще хуже. И я вот теперь в раздумии, надо опять садиться в интернет, искать информацию. Но опять, как в интернете? Как доверять какой-то информации, опять же, пока на себе не проверишь. Ну, не хочется на щенке пробовать все разные методы, охота, чтобы какой-нибудь один выбрать. Вот Лавура пишет, сколько лишних слов, я смотрю и уснула. Ну, спокойной ночи, что я могу еще ответить? Спи спокойно, дорогой товарищ. Вот Галина пишет, Тетерина. Огурцы многие собачки кушают, можно уже тушить кашки, кабачки с крупой. Но у нас кабачки тушить еще нет, кабачков с таких размеров, с мясом. Корм желательно исключить. Вот видите, сколько разных мнений. Кто-то наоборот говорит, что в корме все добавки, которые мы иногда забываем в каше добавлять, забываем покупать вот эти витаминные кальции, ей нужен для скелета. У нее уже будет огромный скелет, она будет 65-70 килограммов, представьте. И это нужно все добавлять. Говорят, кальций, который добавляешь, как мы раньше таблетки ей давали, что он очень плохо усваивается. Надо именно вот в таких каких-то комплексах, я не знаю. Вот тут много таких умных людей пишет. Добрый день, Оля. Возможно, вы хотели сказать у щенка ошейник. Ошейник и поводок я одевала на него. Я сказала, что первый день был у нее поводок. Все правильно я сказала. Ну а то, что у нее ошейник, он на ней и висит. Я сказала, поводок. Не так выразилось. Вы неправильно поняли. У собаки лапы, а не руки и ноги. Ой, боже мой. Я вообще вот всегда по отношению к таким комментариям говорю, чем учить каких-то посторонних людей, совершенно тебе незнакомых, лучше бы учили каждый своего ребенка, своего сына, внука, делали ему замечания, и тогда все общество было бы воспитанное и говорило все правильно. Подскажите, пожалуйста, жидкая борная кислота в аптеке купила, сколько нужно, наверное, на 10 литров. Я уже много раз говорила, я жидкой борной кислотой из аптеки не пользуюсь, потому что она спиртовая, и я не знаю вообще, можно ее применять или нет. Вот Лилия Койнова пишет, оглушительный урожай, отличная метафора. Но иногда бывает, правда, у огурцов оглушительный урожай, что не знаешь, куда их девать. В трехлитровые банки солить не хочется, потому что мы открываем, когда они же не съедаются, в маленькие пол-литровые банки или в литровые делать, например, консервацию. Это такое количество сорвешь, например, 2-3 ведра, представьте, сколько баночек нужно, и вообще нужно их успеть в маленьком состоянии сорвать. Иногда бывает, что урожай огурцов оглушает, и ты не знаешь, куда его деть. Но хорошо, когда собаки подъедают. И вот она пишет, самое главное, развеянный миф об удалении пасынков. Вот тут я скажу так, что это не развеянный миф, а мы же каждый выбираем, кому как удобнее. Кто-то пасынки удаляет, кто-то не удаляет, так же, как вот эти низкорослые, детерминатные, вот эти маленькие сорта, которые штамбовые. Кто-то их пасынкует до первой цветочной кисти и выращивает дальше в несколько стволов. Кто-то вообще ведет, как обычный томат для укрупнения плотов, а кто-то вообще ничего не удаляет. Вот один мужчина написал мне в этом году, зачем вы гном, они же не пасынки общипываете. Он, когда верхние плоды вы соберете, кончатся, я, говорит, все оставляю. И на нижних пасынках еще до самого снега этот гном дает плоды. А я вот на гноме, если честно, я нижние пасынки всегда убирала. И это, видите, мы каждый выбираем то, что нам нравится, как нам удобнее. Я вот в этом году специально после комментариев вот этого мужчины оставила и на гноме, на челноке, на москвиче, на всех маленьких, на ренете. Все-все-все пасынки какие выросли. Вот, короче, что Бог дал, все будет расти. И посмотрю, лучше это будет вариант или нет. И также про пасынки, про удаление. Я выращивала и с удалением пасынков, и с частичным удалением, когда ослепляем 4 нижних вот эти пазухи. И вообще без удаления. И только после многих-многих лет я поняла, что удаление пасынков, это иногда мартышкин труд, что ничего мы лучше не получаем, ни больше урожая не получаем от формирования огурца. Ну, короче, никаких изменений. У меня вот что я не удаляю пасынки, хороший урожай. Что я удаляла пасынки, был непролохой урожай. Но если никаких изменений нет, то я же человек разумный. Я думаю, ну зачем я буду там высчитывать и удалять эти пасынки, когда и так, и так много огурцов. Хочу особо осветить тему вот кошки моей, Надюшки. Вот Юлия Ершова, я сегодня опять прочитала. Олечка, пожалуйста, не обижайте Надюшку. Таких комментариев очень много, приходит каждый день. Почему-то сложилось такое мнение, что после появления в нашей семье щенка, я стала недолюбливать кошку. Вчера прочитала вообще комментарий, что она вас, наверное, любит, но видно без взаимности. Я не знаю, какая может быть взаимность между хозяином и кошкой, но спит она у меня в постели. Я вот уже писала, она приходит вечером, прям наглую ложится со мной рядом на подушку, на мою подушку, я лицом на подушку, и она мордой на эту же подушку, и пыхтит мне в нос, лежит, спит. Я ее немножко отодвигаю в ноги, а она все-таки хочет на подушку. Не думайте, она не дает себя куда-то отодвинуть в сторону. И про щенка хочу сказать. Он же у нас на изоляции, он сидит один в комнате. И я, так как весь день в огороде, я вижу его три раза в день. Утром, когда захожу, убираю его какашечки, подтираю пол, даю есть, и еще два раза, когда подливаю в течение дня воду, и даю ему еду. За это время, пока я там пол подтираю, гигиену навожу, там что-то собираю, что он там раскидал, я с ним разговариваю, играю, но вижу я его три раза в день, а кошка со мной весь день. Она, если ее сама не гладишь, я даже, извините за выражение, заходишь в туалет, и я пока сижу на унитазе, она подходит, она знает, что мне деваться некуда, она это уже изучила. И вот об меня трется, и об ноги, и об руки, и она вынуждает себя гладить. И я вот сижу, ее наглаживаю, пока я там сижу, она получает вот эту порцию ласки и заботы, потому что вы понимаете, что во время работы в огороде я не могу ее сидеть и наглаживать. А вообще она везде, и она в камеру всегда влазит, и она стала такая у нас, можно при нем сказать слово борзая. Она подходит к рэму, она знает, что он выйти не может, она подходит вот к сетке рабицы прям, и он, когда подходит близко, она через эту сетку, лапа протягивается и старается ему по морде надавать, шипит на него, и еще как драться на него лезет. Я когда Косте рассказала мужу, я говорю, ты смотри, а он говорит, а я ее не раз видела, она сидит на этом, на парапете, вот, и ждет, когда он подойдет поближе, старается вцепиться ему в морду. Она вообще такая стала наглая. У нас Грей у соседей за сеткой рабицы, тоже сетка большая. Она подходит, начинает шуметь, чтобы привлечь внимание собаки. А собака вот здоровая, огромная, но простодушная собака подходит, и она тоже старается надавать ей по щам. Она ее прям подманивает к сетке, подходит, и через эти дырочки лапой раз его, так и хочется сказать, хридакс, раз его по морде. Он не ожидает, а она шипит, и как это, так, лезет в драку. Она хочет со всеми почему-то подраться в последнее время. А я говорю, ну, у нас Надюша в себя поверила. После того, как она загоняла этого щенка, она увидела, что собака ее испугалась. Она почувствовала свою власть, и теперь лезет драться со всеми собаками. Так что вы не бойтесь, не думайте, что у нас Надюша обиженная, она сама кого хотите обидит, и все ей прекрасно. Мы ее и гладим, и я ее и кормлю, специально рыбу для нее покупаем, и молоко каждый день у нее есть, испитана в хозяйской постели. У нее все прекрасно. Еще вот на этот вопрос хочу ответить. Вот, ну, написано Александр Чубанов, не знаю, он это или жена его. Подскажите, пожалуйста, что делать? У томатов стала появляться вершинная гниль в теплице. Ну, тут мы уже, я в прошлом году про это говорила, что вершинную гниль легче предотвратить, чем потом в течение сезона с ней бороться. Обычно делают протифилактику на ранней стадии, когда томаты только высаживают, и когда они еще в таком молодом возрасте кальциевой селитрой делают опрыскивание. Но ей увлекаться тоже нельзя, потому что если у вас томаты здоровые, они начнут жирование. И я говорю, что это только в начале, вот можно, когда высадила, можно обрабатывать. Вообще еще заранее осенью люди известкуют почву, известь пушонку различную, там рассыпают все вот эти кальции содержащие, вбивают в грунт, то есть готовят грунт к следующему сезону. Но если вы не подготовили осенью, если вы при высадке не сделали опрыскивание вот этой кальциевой селитрой, я, например, я сильно никаких кальций содержащих не добавляю, но я при посадке добавляю золу, там все-таки есть кальций содержание, есть какое-то, ну, правда, не такое, конечно, большое. Я делаю и опудривание золой, вот при корневого круга. Но я скажу честно, у меня вершинной гнили не было никогда и нет по сей день, просто потому что все это, когда делается заранее, и когда почва в таком, вот в этом году я подкармливала, когда почва в таком составе, в нужном, все, что необходимо, сбалансировано, тогда обычно вершинной гнили нет. В этом году я подкармливала в теплице барафоской, вот это содержание, вот это удобрение содержит кальций. Если подкормить, например, барафоской, то немножко кальция появится. Вообще есть опрыскивают и этими аптечными. У меня есть на канале видео про вершинную гниль, как с ней бороться, как ее предотвратить, профилактику. Но я все-таки считаю, что всегда легче делать профилактику, чем вот эту. В прошлом году я рассказывала, что люди делают даже вот эти меловые болтушки, поливают, опрыскивают, делают меловое вот это опрыскивание. Ну, короче, способов очень много. Я предпочитаю делать профилактику и уже потом в течение сезона нет невершинной гнили и нет такой необходимости обрабатывать всеми этими средствами. Этот видеоролик записываю с перерывами, как вот улучшу свободную минутку, сажусь. А вообще, ходила сейчас в придомовую теплицу снимать видео-ответы на ваши вопросы про огурцы. Сегодня сняла целых три видео на огуречные темы, там что зародыши отпадают, какие листья удаляют. Ну, короче, посмотрите. Также сняла сегодня видеоролик вот про палатку, которую мне дали для обзоров. Я уже говорила, что мне предложили бесплатную палатку для того, чтобы я там вырастила что-то и свое мнение высказала. Вот я собрали мы ее, сегодня я ее, ну как, снимала, показала немножко. Буду скоро сеять, выращивать. Мне это так интересно. Мне уже не очень интересно в огороде выращивать. Скорее бы вот в этой палатке. Она такая красивая, вся сверкает. Про мэри. Все хотят видеть почаще мэри. Но у меня же, вы понимаете, что у меня огородный канал. Я могла бы снимать ее каждый день. Но все-таки огород в приоритете. Но иногда эту мордашку я буду показывать. Вот про палатку, что пишут. Стеллаж, наверное, можно поставить в несколько ярусов, а еще лампы будут. Да, кстати, вот если брать, например, не такой квадратный, как у меня, а узкий, но в длину длинный. Там как раз вот такой стеллаж архивный входит, как мой. Он метр двадцать в длину. И там можно сделать четыре яруса и дополнительные лампы. И будет вокруг, по всему периметру, светоотражение. И будет все закупорено, вся влажность, все запахи, как я уже говорила, все будет там компактненько. Тоже очень удобно. Но мне, к сожалению, дали вот такой квадратный, в который я стеллаж свой не могу поставить. Я буду сначала вот просто в лотках посею, а потом хочу все-таки в ведра распекировать. И вырастить до конца, прям до урожая получится или нет. Валентина Кондратенко пишет, не знаю, где бы применила, но уже хочу. Так у нас вот на эту палатку тоже желающих много. Муж сказал, что можно на рыбалке в ней сидеть. Она же как термо, непроницаемая, непродуваемая и там хорошо. Он даже там какой-то вот, как сумочка вложена, как карманчик. Я не поняла, для чего он сразу. Так это для рыбы, рыбы, рыбу, рыбу туда ложить. Внук сразу сказал, это я там буду играть, тоже хочет там посидеть. И еще, а может Мэри здесь будет жить? Короче, все наши члены семьи сразу захотели посидеть или пожить вот в этой палатке для растений. Но я вот дала первый день всем посидеть по разу. Все, больше не разрешаю. Потому что мне написали, что самое главное не поранить вот эту вот блестючку, вот эту ткань. Потому что иначе термоизоляция нарушится. Там же как термос, да? Вот я все мечтала, всегда делала. Термостоннели, термостоннели. Вот мне как раз термос-коробка. Вот про Мэри опять говорят, что... Галина пишет Маркова, что наш овчаренок с грядок огурцы понадкусывал. Я не могла понять, что за грызуны. У нас дети раньше так, не срывая, подойдут, погрызут окурец и бросят. Я подхожу рвать один обгрызанный, другой обгрызанный. А потом я увидела, что они половинку огурца съедят и пошли дальше. Вот про Мэри надо новый канал открывать. Точно про нее надо отдельно вообще. Ну и как всегда, когда появляется у меня какая-то новая тема или какое-то новое вот такое вот приспособление, многие пишут, расскажите побольше. Люди проявляют, ну как, нормальный, обоснованный интерес. Тут пишут, наверное, стеллаж можно поставить. Классная палатка. Ирина Савельева спрашивает, где ее поставить в комнате можно? Конечно, она как раз для комнатного выращивания. Валентина Кондратенко пишет, сколько стоит. Под видео есть ссылки. Вот смотрите, вот у меня описание к видео. Вот так вот открываете. Вот они, ссылки производителя. Я от них наконец-то добилась. Тут код скидки, если кто будет, например, выписывать. И там все цены. Я уже говорила, цена зависит от размера. Есть размер совсем маленький, есть размер большой. А вот мне интересно, смотрите. Наталья написала, Ольга Павловна, спасибо за обзор. Вы сегодня очень красивая стрижка, макияж, все, он к лицу красавица и труженица. А вот эта Веста, она уже не первый раз пишет такой негативный. И пишет, леди из 90-х, нет лица, все закрыто. Я ей написала ответ, а вы из каких, без лица совсем. Неужели так страшно, что показаться на люди боязно? Ну, это, конечно, шутка. Но люди, которые вообще даже боятся лица своего показать, закрываются черной тряпкой. Пишут такие комментарии какие-то еще. И я ей хочу, вот, вот она же Веста 25 минут назад пишет, реклама. Но это только особо одаренный может человек так написать, потому что в описании к видео я русским языком написала, что я не покупала эту палатку, что мне ее предоставили для обзоров. Но, вероятно, человек, правда, с первого раза не понимает, зачем это пишется, если и так уже я всем объяснила, что это в рекламных целях. Ну, не в рекламных целях, а обзоры. Я просто показываю ее. Я никому не говорю ее покупать. Человек сам принимает решение. Кому понравится, купит. Кому не понравится, не купит. Ну, любое начинание, вот, вы, наверное, помните, что я уральскую теплицу сначала купила в этом году. Там начинали говорить, что бесплатно вам ее дали, хотя мне ее никто бесплатно не давал. То я, правда, купила. А эту, если мне дали, я и не скрываю, потому что я сама никогда не додумалась бы ее купить. Все, не будем о неприятном. Из сегодняшнего дня я начинаю помаленьку видеообзоры томатов. Ну, традиционно, так я делаю всегда, я начинаю только с тех, которые у меня поспели уже. Зеленые никогда не описываю, потому что нет смысла описывать зеленые томаты неспелые. Вот сегодня я русские колокола описала. К тому времени, пока выйдет вот это вот ответы на вопросы, этот видеообзор уже будет. И буду каждый день по одному, по два вида описывать. Те, которые поспевают. И по этим видеообзорам вам уже будет ясно, какие томаты спеют в первую очередь, какие у нас отстают. Работы. Я думала сегодня, ой, в этом году думала, ну вот высадим все, и все. И тогда я освобожусь. Будет много свободного времени. Но работы все больше и больше почему-то не знаю. У нас из-за этой жары я поливаю все. Но я буду стараться выбирать хоть несколько минут, чтобы комментарии прочитать, чтобы хотя бы оценить обстановку, какая у нас тут на сайте. Доброжелательная, недоброжелательная. Прочитать все. Высказать вам спасибо. Спасибо за то, что вы меня поддерживаете. Конечно, большинство комментариев, ну как поддерживающих, таких положительных, у нас вообще собралась хорошая компания, которая помогает друг другу. Ну а если кто-то вот такой с черным лицом зайдет, если еще раз напишет нехороший какой-нибудь комментарий, как типа немного... Он и не оскорбительный, вот эта леди сделала, а какой-то как покусывающий. Немного старается иголочками потыкать. Ну два раза тыкнет и заблокирует, потому что нам такие подружки не нужны. Все, до свидания. Желаю всем хорошего урожая, хорошей погоды, а главное хорошего настроения. Когда про палатку сегодня мне написала одна зрительница, ну это... Комментарий, что... И еще... Ну теперь у меня появилась еще одна хотелка. Хочу такую палатку. Я ей ответила, что... Да, наши мечты продляют нашу активную жизнь. Потому что вот сейчас, если бы я одного не хотела, другого не хотела, третьего не занималась огородом, я, возможно, в моем пенсионном возрасте лежала бы на кровати, на диване и смотрела бы телевизор, а мне то одно охота, то другое, то третье. Вот эти наши хотелки, вот эти наши мечталки, они пробуждают в нас внутренние силы. У каждого человека есть второе дыхание. Я уже 10 лет назад думала, что все, я, наверное, лягу и не встану, а теперь встала, еще зашевелилась, да еще как, попрыгала вдоль по грядкам. Так что и палатку надо хотеть. Неважно, купите вы ее или не купите, но мечтать нужно. Нужно планировать и делать планы, долгоиграющие, на 10 лет вперед, на 15 лет вперед. Я уже планирую, что я буду делать, когда внук вырастет и женится. Смогу ли я совмещать работу в огороде с внуками, с правнуками, вождением. Хочу еще водиться с правнуками и одновременно работать в огороде. Все, вам желаю того же самого. Продолжение следует...